Перекись водорода является одним из самых популярных дезинфицирующих средств в мире. Это химическое соединение, состоящее из двух атомов водорода и двух атомов кислорода. Чистая перекись водорода токсична, с резким запахом, абразивным и коррозийным действием. По этой причине в целях личной безопасности она продается уже разведенной и в низких концентрациях. Благодаря своим важным свойствам перекись может использоваться в различных областях, как для личной гигиены, так и для домашнего использования. Давайте вместе посмотрим на ее преимущества и различные варианты использования. Но прежде чем продолжить просмотр, просим вас подписаться на канал, чтобы вы не пропускали новые полезные материалы, а наша команда в свою очередь будет делать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Самым известным свойством перекиси является ее дезинфицирующее свойство. На самом деле она широко используется для дезинфекции кожи, небольших ран или ссадин и язв. Но в некоторых случаях это делать настоятельно не рекомендуется, так как это может усугубить ситуацию, например, при ожогах. Ее антибактериальная эффективность обеспечивается газообразным кислородом, который при контакте с кожей или другой поверхностью позволяет улетучиваться грязным частицам или патогенам. Перекись водорода – это отбеливатель и окислитель, а это означает, что при нанесении на разные поверхности выделяется кислород. Она активна против самых разных микроорганизмов и на сегодня не существует болезнетворных бактерий или грибов, которые развивают устойчивость к перекиси водорода. Характеристики перекиси водорода. Перекись водорода при комнатной температуре представляет собой бесцветную жидкость. Она имеет характерный горький вкус и содержится в низких концентрациях от 3 до 9% во многих медицинских и специфических продуктах. В промышленности перекись используется в более высоких концентрациях, чтобы максимально эффективно использовать ее отбеливающие свойства, особенно для ткани и бумаги. Кроме того, она используется в качестве топлива для корректировки траекторий и орбит искусственных спутников в космосе. А в области медицины, как мы уже говорили, она используется для дезинфекции и стерилизации. Какие бывают виды перекиси? Аптечная 1% перекись водорода часто используется для очистки порезов, царапин и других мелких травм. Хотя она эффективно уничтожает организмы в лаборатории, мало доказательств того, что она эффективна в снижении количества бактерий в реальных ранах. 1% перекись водорода в стабилизированном креме может использоваться для лечения прыщей. Одно исследование показало, что этот крем также эффективен, как перекись бензоила, которая обычно используется в качестве местного средства для лечения акне легкой и средней степени тяжести. Медицинская форма перекиси 3-6% используется как дезинфицирующее средство и дезинфицирующее средство для контактных линз. Перекись водорода активна против бактерий, дрожжей, грибков, вирусов и спор на любых поверхностях. Контактные линзы перед использованием необходимо очистить от патогенов, чтобы избежать дискомфорта и возможного повреждения роговицы. Косметическая форма перекиси до 10% это краски для волос на основе перекиси, средства для завивки волос, а также средства для отбеливания зубов. Некоторые продукты для отбеливания зубов, используемые стоматологами, содержат до 35% перекиси водорода. Средства для отбеливания зубов, отпускаемые без рецепта, содержат до 6% перекиси. Кроме всего вышеперечисленного, перекись это популярный отбеливатель для текстильных изделий, бумаги и продуктов питания, компонент ракетного топлива, используется в производстве химикатов и поролона. Перекись водорода может использоваться для устранения мелких недостатков в сочетании со специальной терапией, рекомендованной дерматологами. Она не только уничтожает микробы и бактерии, вызывающие прыщи, но и доставляет больше кислорода в поры, предотвращая появление новых воспалений. Просто сбрызните ватный тампон несколькими каплями перекиси водорода и держите его на пораженном участке всю ночь, а затем тщательно очистите кожу утром. Важно не наносить ее на все лицо, а только на пораженный участок, чтобы не пересушить кожу. Перекись водорода может осветлить темные пятна на коже от прыщей или солнечных ожогов. По этой причине она является одним из самых популярных компонентов в области косметики. Она используется в качестве отбеливания для зубов и ногтей, для удаления желтоватых ореолов или следов дыма. Но важно не злоупотреблять ей, чтобы не повредить зубную эмаль. Благодаря своим осветляющим свойствам она широко используется парикмахерами для обесцвечивания волос. Во избежание появления пятнистости или нежелательной окраски эту операцию должен выполнять профессионал, так как он знает концентрацию продукта и метод использования. В домашних условиях осветлять волосы перекисью не рекомендуется. Польза для здоровья полости рта. Перекись водорода, помимо отбеливающего действия на зубы, также полезна для лечения гингивита, раздражения во рту и удаления зубного камня. Средство необходимо разбавить обычной водой в равных частях, а затем промывать полость рта. Будьте осторожны, чтобы не проглотить ее, поскольку перекись предназначена только для наружного применения и может вызвать проблемы в желудочно-кишечном тракте. Свойства перекиси водорода для домашнего использования Перекись широко используется в быту. Фактически она отлично подходит для дезинфекции поверхностей, очистки одежды, отбеливания деревьев и даже для удаления пятен с мрамора. Благодаря своим антибактериальным свойствам она способна удалять грибок и плесень, также она идеально подходит для борьбы против ржавчины. Давайте рассмотрим топ-9 способов, где можно использовать перекись. Удаляет следы пота с тканей. Когда вы потеете, это только вопрос времени. На одежде всегда появятся пятна, например, подмышками. Эти пятна в большинстве случаев оставляют орелы и источают неприятный запах. Чтобы решить эту проблему, смешайте одну часть жидкого моющего средства с двумя частями перекиси водорода. Затем нанесите эту смесь на загрязненный участок, оставьте на час, а затем постирайте одежду в холодной воде. Если пятно не исчезнет, повторите процесс. Помимо орелов пота, перекись водорода также способна удалять стойкие загрязнения, такие как кровь, вино и большинство других стойких пятен. Учтите, что это не мгновенный процесс, как с отбеливателем, но в отличие от него перекись не повреждает ткани. Дезинфицирует разделочные доски. Чтобы на деревянной разделочной доске не было бактерий, таких как сальмонелла, после нарезки овощей или мяса вы должны вымыть ее горячей водой, а затем полить перекисью водорода. Очищает кухонные поверхности. Поскольку перекись водорода очень чувствительна к свету, ее продают в бутылках темного цвета или непрозрачном пластике, поэтому важно оставлять ее в оригинальной упаковке. Распылите немного раствора на область, которую хотите продезинфицировать, а затем полейте 9% уксусом. Таким образом вы обеспечите эффективную очистку разделочной доски от патогена. Удаление бактерий из зубной щетки. Один из самых грязных предметов в доме зубная щетка, поэтому лучший из способов дезинфекции погрузить ее в стакан с равными частями перекиси водорода и воды. Это убивает все присутствующие бактерии. Перекись очищает ванную комнату. Главный элемент ванной комнаты, привлекающей бактерии, унитаз. Поэтому при уборке ванной используйте перекись водорода. Просто нанесите перекись на поверхности с помощью распылителя и оставьте на полчаса, затем смойте. Очищает губку, используемую для посуды. Вы вымыли всю посуду и все свежее и чистое, кроме губки, в которой собраны все бактерии. Окуните ее в стакан с перекисью водорода на полчаса, и это убьет всю патогенную микрофлору. Удаляет плесень с растений. Смешайте пол-литра воды с 5 столовыми ложками 10% перекиси водорода, а затем опрыскайте растения, чтобы удалить с листьев плесень или грибок. Лечение будет эффективным, быстрым и удивит вас. Можно дезинфицировать фрукты и овощи перекисью. Наполните миску ледяной водой и добавьте четверть стакана перекиси водорода. Возьмите овощи и окуните их в жидкость. Этот процесс поможет уменьшить возможное присутствие химических пестицидов на поверхности фруктов или овощей. Ускорение роста растений. Чтобы растения в вашем доме росли быстрее, поместите семена в ваш раствор, состоящий из одного стакана воды и одной чайной ложки перекиси водорода, прежде чем сажать их в землю. Эта манипуляция позволит растению быстрее развиваться. Также перекись водорода помогает облегчить симптомы простуды. Например, когда у вас возникает раздражающее чувство заложенности носа, ее можно использовать, чтобы снять отечность носовых ходов. Просто разведите ее в воде. Используйте обычную пипетку и приступайте к промыванию. Перекись водорода также может использоваться для облегчения унихомикоза, грибковой инфекции ногтей. Это не даст немедленных результатов, но несколько ванн для ног могут иметь положительный эффект. А еще перекись используется для удаления ушной серы. Это восковые выделения, находящиеся на внешней стороне уха и предотвращающие попадание пыли или других частиц в ухо, сдерживающие проникновение серьезных инфекций. Чрезмерное скопление серы может вызвать дискомфорт и зуд, а также привести к глухоте в некоторых случаях. Несколько капель перекиси водорода помогут избавиться от серной пробки, но нельзя использовать этот способ лечения при перфорации внутренних частей уха. Побочные эффекты от перекиси водорода Концентрированная перекись водорода может быть токсичной при приеме внутрь, при вдыхании или попадании в глаз или на кожу. Самым распространенным токсичным эффектом воздействия разбавленных растворов перекиси водорода – раздражение в месте контакта. Воздействие более концентрированных растворов перекиси водорода чаще всего происходит в профессиональных промышленных условиях, поскольку в быту концентрат не используется. Для рабочих, которые могут подвергнуться воздействию концентрата, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Проглатывание разбавленных растворов перекиси водорода может вызвать рвоту, легкое раздражение желудочно-кишечного тракта, вздутие желудка, вздутие живота из-за выделения кислорода и в редких случаях желудочно-кишечное кровотечение или воздушную эмболию, закупорка кровеносных сосудов пузырьками воздуха. При 10-20% растворах вызывает аналогичные симптомы и такие, как боль в животе, пена изо рта, рвота, может содержать кровь и вздутие желудка. Прием даже более концентрированных растворов, помимо перечисленных выше, также может вызвать быструю потерю сознания и привести к смерти. Вдыхание перекиси водорода бытовой концентрации в 3% может вызвать раздражение слизистой носа, горла и дыхательных путей. Вдыхание паров из неконцентрированного раствора более 10% может привести к бронхиту и легочному отеку, который может вызвать летальный исход. Воздействие 3% перекиси водорода на глаза может вызвать покраснение и сжение, но серьезные травмы случаются редко. Более концентрированный раствор может привести к образованию язвы или перфорации на роговице. Последствиями могут быть необратимые травмы глаз, включая полную слепоту. Контакт с кожей может вызвать раздражение и временное обесцвечивание кожи и волос, серьезные ожоги кожи с волдырями и язвами. Учитывая дезинфицирующий эффект, перекись водорода обычно используется как антисептик для лечения ран, но есть исследования, указывающие на то, что его использование потенциально токсично. В некоторых задокументированных случаях было доказано, что перекись убивает некоторые здоровые клетки организма, способные способствовать процессу регенерации тканей, а иногда даже приводит к случаям развития эмболии. Необходимо принять во внимание, что перекись водорода убивает за счет гипероксигенации граммоотрицательные бактерии, которые являются анаэробными, то есть все эти бактерии, такие как столбняк, например, которые живут и размножаются в бескислородной среде. Для всех тех микроорганизмов, которые живут в присутствии кислорода, перекись водорода практически ничего не делает, поэтому необходимо использовать другое дезинфицирующее средство, если вы хотите получить результат. Это все, что мы хотели поведать вам сегодня на эту тему. На канале вы сможете найти видео о пользе овощей и фруктов, о болезнях и способах их лечения, а также о всем, что связано с садом, домом и огородом. Поэтому просим не забывать подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще будем благодарны, если понравилось видео, поставьте ему лайк и поделитесь видео со своими родными, близкими и друзьями. До скорых встреч!